Факты. Вы два дня назад очень много общались с прессой, а сегодня в ринге были несколько минут. Столько лететь из Австралии и провести в ринге две минуты. Что случилось? Поздравляю Алексею, он сделал хорошую работу. Задушить? Или вы действительно всерьез восприняли тогда те его слова? Алексей Олейник говорил в его интервью, что он не планирует сделать на вас. Однако, вы надеялись об этом? Да, я тренировал много вещей, для земли и все. Да, конечно. Но, вы знаете, я попрошу с САБ, как я работаю с этим бизнесом. Конечно же, я ожидал. И это то, что произошло. Марк, было заметно, что у вас пластырь на руке? С чем это связано? И не было ли у вас какой-то инфекции? Я заметила, что у вас есть пластырь на руке. Что это связано? Что случилось? Вы срезали или у вас есть инфекция? Я думаю, что это был ингронный волк, который я пытался собрать. Я пытался выдрыть волос из руки. Возможно, и не стоило этого делать. Люблю это дело, и, возможно, это не самая удачная идея. Было видно во время боя, что Алексея Олейник после лоу-киков Марка отекла нога. Почему он перестал бить, собственно, лоу-кики? Мне кажется, что это могло привести к очень положительному для него результату. Это было очевидно, что после некоторых времени Олейник возникал проблемы с лоу-кики. И он не стал делать свои лоу-кики. Но это могло бы привести к очень хорошим результатам. Это могло бы помочь... Извините, мой ошибок, мой вред. Так что, кажется, это очень помогло тебе, что он остановил лоу-кики. Хорошо, нет, это не помогло мне, потому что я потерял. Очевидно, это не так уж мне помогло, потому что я проиграл. Марк, у тебя есть последний бой в UFC контракте. Что будет дальше для тебя? Поработать с другими промоциями, закончить карьеру или продолжить в UFC? Я не знаю. Я люблю работать в UFC, но у меня есть проблемы. Но я еще один бой остался, и я надеюсь, что я пытаюсь пройти на Адель-Адель-Адель-Адель-Адель-Адель-Адель-Адель-Адель-Адель. И один последний «hurра» для старого парня. Так, да. Журналист спросил о том, что это был последний бой Марка по контракту с UFC. Последний остался. Последний остался. Простите, остался еще один. Какие планы дальше? Завершить карьеру или нет? Это будет хороший прощальный аккорд для старины. Ханта. Я не знаю, что это будет. Это будет хороший бой, хороший последний бой, да? Да, мэм. Ну, в общем, да, поборемся еще. Последний бой, он трудный самый. Еще вопросы есть? Да, Марк. Здравствуйте. Как вы делаете? А что все было правильно от начала бороться? Или началось хорошо и потом что-то было снято? Нет, ничего не снято. Я просто... Я просто поднялся. Алексей поднял меня. Даже когда я ходил на поле, он поднял меня на земле. И, знаете, шоколад был... Это просто как это бизнес работает. Это лучший в мире. Он поднял меня. И... Он пытался странировать жизнь от меня. Это то, что происходит. Это бизнес. Такое ощущение было, что что-то не так пошло, не по плану. И Алексей сумел воспользоваться своим преимуществом и вашей минутной слабостью. Да нет, ничего не пошло не по плану. Просто Алексей, видите, вовремя подоспел и схватил меня в чок и применил свой фирменный прием. Так что он молодец. Марк, вы в Москве первый раз или не первый раз? И успели посмотреть город? Да, я не погулял. Мне очень нравится Москва. Я вообще фанат России. И не совсем то, что ожидаешь, приезжая сюда. Но впечатления очень хорошие остаются. Здравствуйте, Марк. Марк здесь. Меня зовут Денис. Привет, Денис. У тебя есть какие-то слова для Вирдума на твоих социальных медиа. Это что-то, что ты планируешь, чтобы создать борьбу с ним? Нет, нет. Нет, нет. Я не люблю пытаться борьбу с мужчинами. У меня уже есть лошадь. У меня уже есть лошадь. Это было тяжело для того, чтобы работать. Особенно я работаю. Я не думаю, что это правило. И он... Я имею в виду, что он получил меня. Эти мужчины стоят от нас. Они стоят от меня. Он стоят от моих детей. Я имею в виду, что он получил меня. Он получил меня. Он получил меня. Ну, после того, как известна стала новость, что Вирдума поймали на допинге, вы так нелицеприятно отозвались о нем в соцсетях. Ну да. Собственно, я очень доволен в какой-то степени, что так произошло. Потому что читерство — это не камильфо. Они воруют победы, воруют деньги. Но он сам виноват. И еще один вопрос. О сегодняшний бой. Вы смотрели, что у вас был успех в борьбе. И все просто пошло неправильно. На момент, когда вы пришли на землю. Было это случилось? Я просто попал. Я просто попал. Это бизнес. И, вы знаете, благодаря Алексею. Он хороший человек. Он получил победу. Он получил меня. И, вы знаете, добро пожаловать ему, как он подходит в дивизию. Да. Так вы можете подтвердить, что его гранд-гейм на следующий уровень? Это было лучше, чем у меня. Конечно, конечно. Вы видели это? Ну, выглядело так, что у вас все очень хорошо шло, пока вы в стойке сражались с Алексеем. А потом, когда перешли в портер, что-то пошло не так. И Марк ответил, что да нет, но просто он повернул свой фирменный прием, поймал меня. И репортер спросил, да, что вы хотите сказать, что у Алексея техника грэплинга, и он в портере хороший, и он лучше вас в портере? Да нет, но Алексей, конечно, очень хорош в портере. Ничего не сказать, он сегодня оказался сильнее, он молодец, и я его еще раз поздравляю. Здравствуйте, меня зовут Вадим Тихомиров, матч.ru. Все, кто проигрывали Федору Емельяненко, хотели взять реванш у Федора Емельяненко. Было бы вам интересно по завершении карьеры подписать контракт с Беллотер и провести бой с Федором Емельяненко? Спасибо. Все, кто проиграл Федор Емельяненко, хотели взять реванш у Федора Емельяненко. Конечно, вы хотите получить реванш у Федора Емельяненко, конечно. Но, знаешь, у меня есть еще один бой с UFC, и мы увидим, что случится. У меня было много времени. У меня было много времени. Даже на улице. Ну, я старичок, но у меня, конечно, осталось еще несколько боев в карьере. Вот сейчас один последний бой по контракту с UFC остался. Да, Федор меня действительно победил, и хотелось бы ему немножко отомстить. Ну, посмотрим, как пойдет. Он хороший боец. Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на кого вы поставите в поединке Конор и Хабиб, и почему? Я не знаю. Я не знаю. Я должен сидеть на двое для этого. Это тяжелый. Если он вперед, то может Конор. Если он идет пять раундов, то Хабиб, конечно. Я на двое для этого борьба. Не знаю. Тут бабушка надвое сказала. Если они активно начнут в первых раундах, то, конечно же, Конор. Но, так как у него не очень с выносливостью, то если… Я не знаю. Тут бабушка надвое сказала. Битва будет долгой. То Хабиб. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ